МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом экспериментальном рейсе проложен кратчайший морской путь для поставок российского сырья в Азию. Егор Калыванов передает. Ухлад такой, что вы тоже отворачиваете за нами, потом танкер проходит, вы его пропускаете, он идет к якорному месту, потом вы за ним, вторыми становитесь, вы последние. Старший помощник капитана ледокола «Россия» по рации координирует маневр с ледоколом «50 лет победы». На горизонте появилась Чукотка, огни небольшого города Певек. В Восточно-Сибирском море ледоколы и сопровождаемый ими танкер «Балтика» вновь шли через льды. На малой скорости, в свете прожекторов, зрелище величественное. Забираться на север мера вынужденная. Можно было бы идти южнее, ближе к материку, но там недостаточно глубоко. Край зацепили. Это именно из-за глубин, да, из-за вопроса глубин, потому что чем ближе к материку, там меньше глубин. Да, здесь глубины 6-7 метров, они нас не устраивают. На Капитанском мостике постоянно проверяют показания эхолота. В некоторых местах под Килем остается 2 метра. Идти приходится по белым пятнам, то есть неизученным маршрутам. Отсутствие так называемых промеров – главная проблема для экипажа. Посылать сюда гидрографические суда и делать промеры там, где мы работаем, потому что все рекомендованные пути прокладывались там 10, 15, 30 лет назад, а суда уже выросли из этих промеров. Изначально планировалось, что ледоколы будут сопровождать танкер «Балтика» вот до этого места. Это залив рядом с Певеком. Но моряк предполагает, а погода располагает. Изменилась ледовая обстановка, с севера пришли торосы, и поэтому их совместный поход продлится еще полтора-два дня. До 180-го «Меридиана», а уж оттуда танкер «Балтика» пойдет в Азию самостоятельно. Впервые танкер грузоподъемностью 100 тысяч тонн успешно прошел по северному морскому пути, кратчайшему пути из европейской части России в Азию. Это совместный проект трех компаний. «Росатомфлота» – они отвечают за ледоколы. «Совкомфлота» – это владелец танкера, и «Новотек» – владелец груза. На борту «Балтики» более 70 тысяч тонн газоконденсата. Получается, что чем больше груз, тем выгоднее его везти на азиатский рынок через северный морской путь, а не через Суэцкий канал. Переход из Атлантического океана в Тихий океан произошел за 11 суток в режиме экспериментального рейса. Для сравнения, если бы «Балтика» начинала этот рейс от мыса Желания или с Дровяного классическим южным маршрутом, то за эти 11 суток мы не дошли бы даже до Суэцкого канала. В следующем году маршрут хотят оптимизировать и сделать его еще более экономичным и провести по северному морскому пути не один, а несколько танкеров. Грузоперевозчики и грузоотправитель хотят не упустить момент. В этом году поставки углеводородов на азиатский рынок впервые превысили поставки на запад, а значит, это направление становится все более перспективным. Егор Колыванов, Никита Чалах, Дмитрий Кабанов, телекомпания НТВ, Восточно-Сибирское море.